Музыка 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 Не часто Хабиров встречается с прессой. В последний раз большая встреча с редакторами республиканских СМИ и блогерами случилась больше 8 месяцев назад. И вот на Медне случилось снова. Не знаю, что уж там сподвигнуло ради Фаритовича встречаться опять с средствами массовой информации. Но, как обычно, это случилось неожиданно. Большой дефицит нынче у нас со СМИ в регионе, да и, собственно, как и вообще везде в России. А учитывая то, что у Хабирова практически не осталось действующих СМИ, с которыми бы он не находился в прямой конфронтации, пришлось импровизировать, наполнять помещения какими-то непонятными людьми, людьми, имевшими когда-то какое-то отношение к СМИ, либо просто смутными личностями в клетчатых рубашках, ну, в общем, как-то справились. Конечно, была троица фаворитов БСТ, Башинформ и вся Уфа, но это, понятное дело, улыбчивые три богатыря башкирских СМИ, как могли помогали Хабирову. Был, конечно же, и Шамиль Валеев плохо обритый и очень печальный. Ну, в общем, кое-как тусовочку удалось собрать. Несмотря на ощутимую искусственность мероприятия, все-таки на этой пресс-конференции несколько вопросов были действительно интересными. Интересными были и ответы Хабирова на эти вопросы, потому смею себе позволить порассуждать и проанализировать вот те вопросы и ответы, которые мне показались значимыми. Естественно, первым и главным вопросом в этой череде был вопрос о судьбе БСК. Да-да, не смейтесь, судьба БСК все еще не решена окончательно. И еще год назад Радий Фаридович Хабиров, захлебываясь от восторга, рассказывал, как, оказывается, эффективно управляется БСК при помощи государства, после того, как Владимир Путин своим решением перевел крупнейшую компанию по производству каустической соды в государственную собственность. В общем, Хабиров бил в ладоши, рассказывал какие-то немыслимые цифры, вызывал Давыдова на сцену и требовал от него отчетов, а Давыдов рассказывал, что, оказывается, под руководством государства предприятие работает многократно более эффективно. Оказывается, теперь будет многомиллиардная программа экологической защиты последствий действия предприятия на окружающую среду. Ну, в общем, это был какой-то рай райский. Экономические показатели предприятия просто взлетели до небес, и все это должно было иллюстрировать, насколько плохо управлялось государство частными собственниками, насколько они все там, значит, воровали, тырили, отправляли во Францию, ну и как все это было неправильно, и какое мудрое решение принял Владимир Владимирович. Ну, окей, аллилуйя. Проходит какое-то время, чуть больше года, и вот теперь, буквально на этой неделе, Хабиров начинает причитать, заламывать руки на тему того, как плохо, оказывается, управлять таким крупным предприятием, как БСК, совместно с государством, то есть с Росимуществом, как это все неповоротливо, как это все неэффективно, как это все плохо, и вай-вэй, и вай-вэй, и вай-вэй. Чего-то мы не поняли вообще. Подождите, а что, где вот эти рекордные показатели, вот этот прекрасный уровень, значит, менеджмента и прочее, прочее, прочее. Где вот эти счастливые рабочие, которые, брызгая слюной в объективы телекамер, рассказывали, какое большое вам всем спасибо, Владимир Владимирович и Радий Фаритович, за то, что вы национализировали эту суду. Теперь Хабиров говорит абсолютно противоположные вещи. Говорит, что управлять судой очень плохо, трудно вот в этих условиях, то, значит, именно потому, что Росимущество, это оказывается неповоротливый орган, с которым без конца все нужно согласовывать. Любое действие на предприятии. И, смотрите, о чудо, оказывается, во Вселенной существует некая ООшечка с уставным капиталом в несколько тысяч рублей под названием «Русский водород». Так вот, эта ООшечка, оказывается, и может, ну, судя по всему, она единственная, может управлять эффективно содой. Ну, по какому-то совершенно необъяснимому стечению обстоятельств владеет и управляет этой ООшечкой все тот же Эдуард Давыдов, который нынче гендиректор СОДЫ. Ну, опять, простите, можно я вопрос задам? Вот смотрите, сейчас Эдуард Давыдов, гендиректор СОДЫ и управляет СОДЫ, и ему трудно, невозможно, плохо и неэффективно получается это делать. Ну, зловредное Росимущество оказалось не таким уж и прекрасным, как казалось Радио Фаритовичу год назад. Но теперь Эдуард Давыдов просит отдать 47% СОДЫ в управление ООшечки «Русский водород», и вот тут-то он заработает вовсю. Не в смысле заработает бабла, а начнет работать. Ну, вот так это звучит. В общем, слушайте, складывается впечатление, что СОДЫ, БСК, это какое-то переходящее знамя, которое от одного губернатора другому передается, и один раз за свой период правления губернатор имеет право кому-нибудь ее передать. Назовем так это. Не будем говорить продать, а передать. Не будем утверждать, но можем предположить, что все это делается глубоко небескорыстно, потому что когда это происходило с Хамитовым, Хамитов просто, у него глаза из орбит вылазили, как он доказывал, что нужно передать, соединить Каустик-СОДУ и передать это в частные руки. Тогда будет все прекрасно. Это было один в один похоже на то, как сейчас Ради Фаридович обосновывает передачу 47% акций БСК в управление вот этой ошечки. Ну, слушайте, ну нельзя уж так вот совсем примитивно. Это что, какая-то вотчина, какая-то синякура вот эта БСК, да? То есть губернатор имеет право один раз его продать кому-нибудь. Потом опять заберут, потом опять, значит, обратятся к Путину, Путин скажет «Вай-Вэй, безобразие забираем опять в государство». Пока, ну через какое-то время, пока вот у ушечка русский водород не насытится, не напитается вот этими вот плодами работы БСК. Ну, слушайте, нас совсем за идиотов держат? Или это Путина они за идиота держат? Я вот не знаю. Второй вопрос, на который я обратил внимание, вернее, на ответ на этот вопрос, это был вопрос по достраиванию домов компанию «Госстрой», который бросил господин Бадиков и вроде как подхватила компания «Садовое кольцо». Мы знаем, да, что все зашло в тупик, что «Садовое кольцо» отказалось достраивать дома в нынешней сложившейся ситуации и так далее, и так далее. Хабиров на этой встрече со СМИ и как бы блогерами поклялся, что дома «Госстроя» будут достроены «Садовым кольцом» во что бы то ни стало, и сослался на слова владельца этой компании, депутата Государственной Думы от Красногорска, большого человека и так далее. Ну, собственно, Хабиров сейчас начинает опять перекладывать с больной головы на здоровую. Он утверждает, что мэрия не выполнила свои обязательства перед компанией «Садовое кольцо» в рамках вот этого масштабного инвестиционного проекта. Ну, простите, а кто вообще у нас уже третий раз назначает мэра в Уфе? Ну, по-настоящему, по факту, не депутаты же Горсовета, а, естественно, Хабиров. Уже третий мэр в бытности Хабирова у нас в Уфе, и третий мэр, видимо, тоже рискует оказаться ни к чемушникам, которые не выполнят обязательства. Дело в том, что те обязательства, которые там нарисованы, исполнить довольно непросто. И главным препятствием для исполнения этих обязательств является жадность. То есть, если отдать те участки, которые действительно нужно отдать, вот тогда они не смогут спать по ночам, потому что это были самые лакомые куски городских земель. А не отдать их или подсунуть что-то такое неподходящее, тут Садовое кольцо уже, видимо, поняло сущность нашей башкирской инвестиционной политики, как бы не готова на это соглашаться. Я абсолютно допускаю, что Садовое кольцо все-таки достроит эти несчастные дома, хотя бы из принципа. Однако, я абсолютно уверен в том, что репутацию, инвестиционную репутацию региона, пожалуй, придется восстанавливать после ухода Хабирова еще десятилетиями. Причем начнется это восстановление только и исключительно после ухода Хабирова, потому что его фигура во главе республики Башкортостан – это абсолютный крест на любых серьезных инвестициях на территорию. Как ни странно, Хабиров прокомментировал и ответил на вопрос журналистов о слухах про его ближайший, скорейший уход с поста главы республики Башкортостан. Хабиров сказал, что он слухи не комментирует, что все это ерунда, он ничего об этом не знает. Ну, такой достаточно стандартный уход от ответа, но тем не менее, впоследствии, на следующий день и чуть позже, мы поняли, что эти слухи действительно были слухами, во многом с генерированными изданием пруфы.ру. Не знаю, зачем уж им это понадобилось, но вот так получилось. Возможно, они просто не удержались и выдали желаемое за действительное, потому что тут я их вполне могу понять. Очень многим в Башкирии просто уже не втерпешь. И хотелось бы понять, до каких пор мы тут будем ради Фаритовича этого терпеть. В общем, вот так получилось. Увы, не в этот раз. Вообще, уход губернатора с поста – это такой башкирский национальный спорт, вернее, прогнозирование этого ухода. Рахимова мы провожали лет пять, Хамитова года два, но Хабирова вот начали уже на третий год правления провожать. Он, конечно, рекордсмен. Я полагаю, что Хабиров останется все-таки где-то до лета, может быть, осени 2023 года у нас здесь в Башкирии. То есть год с небольшим нам еще придется его потерпеть. Потом он, конечно, куда-нибудь денется. Куда? Не могу сейчас сказать и даже прогнозировать не берусь. Но действительно, это будет рубежный момент, когда его нужно будет убирать, потому что там очень важные моменты возникают в связи с выборами президента, либо каким-то иным теперь процессом, который у нас будет заменять выборы президента на фоне последних всех событий. Хабиров, конечно, никак не устраивает Кремль в качестве губернатора-агитатора. Никто уже ему не поверит в 2023 году, соответственно, придется его поменять. На кого будут менять? Тоже непонятно абсолютно. Время идет стремительно, и все меняется очень быстро. Вот в данной сложившейся ситуации почему-то прогнозировали приход Ирика Елалова, хотя, конечно, все это тоже был своего рода фейк. Ну, в общем, ждем, терпим Хабирова, еще годик придется нам потерпеть его присутствие и присутствие его команды на благословенной земле Башкортостана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова